Всем привет! Сегодня хотелось бы рассмотреть интересные факты о коронавирусе и все то, что можно найти в открытом доступе в интернете. Утро я посвятил поискам по англоязычным сайтам и нашел следующую информацию. Первое упоминание о коронавирусе датируется 6 ноября 2019 года. Информация для этой статьи была получена в результате конференции, которая проходила в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. В этой конференции принимали участие очень большое количество политических деятелей, представителей крупного бизнеса и представителей системы здравоохранения. Напомню, на момент этого ролика ничего о COVID-19 еще не известно, это просто обсуждают предполагаемые варианты развития событий в результате пандемии. Perhaps years ago, a new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Эксперты agree, unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. The mission of the pandemic emergency board is to provide recommendations to deal with a major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. Итак, что же такое университет Джона Хопкинса? Он находится на 250 километров южнее от Нью-Йорка, занимает топовые места в рейтинге самых крупнейших подрядчиков военных заказов в Соединенных Штатах Америки. По объему военных проектов это крупнейший университет в мире, с объемом финансирования более 1 миллиарда долларов на военные исследования. На всех слайдах я стараюсь специально показывать так, чтобы адрес ссылки, где можно посмотреть в первоисточнике информацию, присутствовал. У данного университета есть филиалы также в других странах мира. Филиалы есть в Италии и филиалы есть в городе Нанкин, Китай. Обратимся к карте. Город Нанкин находится в 400 километрах по прямой от города Ухань. Еще одно странное совпадение. В течение одной недели ожидается удвоение случаев. Если текущая тенденция сохранится, то в течение месяца будет рост больше миллионов случаев заражения. То есть рост будет идти по экспоненте. За три месяца возможно заражение 10 миллионов человек. Все данные ежедневно есть на сайте Джона Хопкинса. Можно за каждый день вытащить все это дело и посмотреть. Построить вот эти все спреды самостоятельно. Я не поленился, вытащил все в Excel. Вот такая табличка получилась у нас. И далее просто данные все вытаскиваем через аналитические инструменты в Excel и смотрим. Общая численность населения всех стран, которые попадают в данные исследования, составляет почти 7,4 миллиарда человек. Вот если взять США, вот пожалуйста, экспоненциальный рост. Вот, например, Россия. Здесь также мы наблюдаем экспоненциальный рост. Причем зеленая линия это количество восстановившихся и вылечившихся. Вот если посмотреть Китай, то количество вылечившихся приближается к количеству заболевших. А серая линия обозначает количество умерших. То есть в сумме умершие плюс вылечившиеся, они дают нам пунктирную зеленую линию. Со временем зеленая пунктирная линия должна сравняться с красной линией. Это означает, что конкретно для данного региона, для данной страны, количество вылечившихся и умерших равняется количеству первоначально зафиксированных случаев заражения. Это будет выглядеть как то, что будет являться к себе пандемик. И есть проблемы умерших, которые только могут быть решены, по глобалу бизнесу и государства работающим вместе. На прошлой неделе только ленивый не писал про то, что был арестован создатель COVID-19 ученый Чарльз Либер. Казалось бы, какие могут быть параллели? Чарльз Либер – профессор университета Гарварда, участник международной программы «Тысяча талантов», проводимой Китаем. После взлома его почты спецслужбами США было установлено, что ученый мог подписать контракт с Уханьским технологическим университетом, который по странному стечению обстоятельств находится в городе Ухань, Китай. Именно оттуда и началось распространение COVID-19. Представители Уханьского университета не ответили на запрос и не предоставили никаких комментариев по поводу их согласия с Либером. Конечно, там условия контракта были на другую тематику, на тематику разработки батарей, однако исследование показало, что ни в каких документах не упоминались батареи и все, что связано с батареями. Ни в резюме Либера, ни в каких-либо других печатных изданиях. Итак, ученый Чарльз Либер является сотрудником Гарвардского университета. В свою очередь, Гарвардский университет находится в 300 километрах от города Нью-Йорк. Сейчас в Нью-Йорке самое большое количество заболевших. В комментариях под этой статьей также указано, что Китай выбран в качестве новой страны, на которую делают свою ставку. Так, например, Ротшильды перемещали свое золото в Китай. Обама создал в Китае много рабочих мест и переместил туда много производств различных компаний. Например, фирмы Intel и другие продавали технические секреты за пределы США. Сценарий под кодовым названием События 201 или Event 201 просматривают на этой конференции за два месяца до начала эпидемии. Просматривают, какие экономические последствия может оказать эта эпидемия на глобальную экономику, что может случиться с глобальными компаниями. Очаги заражения, первичного заражения, находятся именно в тех странах, где есть филиалы университета Хопкинса. То есть очаги находятся в непосредственной близости к этим филиалам. Данные в режиме реального времени собираются этим самым университетом в открытом доступе, собираются в реальном времени. Все страны предоставляют эти данные. Более того, появляются уже конкретные фамилии ученых, которые также имеют отношение к разработке вируса COVID-19. Самое интересное заключается в том, что этот университет имени Джона Хопкинса финансируется также Биллом Гейтсом, который примерно в это же время, когда проходила коэнференция, сложил с себя обязанности и ушел с поста СОО компании Microsoft. А теперь вопрос, что на самом деле это? Глобальный эксперимент университета Хопкинса под названием COVID-19, либо это утечка военных секретов в Китай, которая была нацелена против Китая и бумерангами вернулась назад в США? Или же это глобальный заговор элит мира против человечества? А может быть, это просто случайность, которая случается раз в миллион лет? Но оставляйте свои комментарии под видео. Лично мне так не кажется, потому что два рассмотренных процесса имеют между собой общие. Это обязательно наличие филиала в Китае и США и люди, которые стоят за всем этим. И складывается такое ощущение, что всю правду вам просто не договаривают. �уя со стороны украшения, которые он занимается в Китае, Продолжение следует... These months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a freefall. So are we, as a global community, now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? The global economy was in a freefall.